Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Все вы слышали о свитках Мертвого моря. Эти древние фрагменты Писания подтверждают, что никто не менял Слово Божие. Но вы могли и не слышать о рукописи, которая старше их. Она старше свитков Мертвого моря на 400 лет. Они нашли единственную молитву в Библии, которую написал сам Бог. Она на 400 лет старше свитков Мертвого моря. Дух Божий дал нам откровение об этом Писании. Почему же сейчас? Потому что Божий Дух движется. Мы переживаем откровение Духа Святого. И мы видели движение Божьего Духа, в котором люди получали откровение об имени, силе и власти Иисуса. Но знаете ли вы, каким будет последнее движение Божьего Духа? Это будет откровение о Боге Отце. Оно будет настолько сильным, что сравнится с воскресением из мертвых. И мой сегодняшний гость хочет рассказать вам об этом Писании и откровении. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. А знаешь, Маркус, всегда происходит нечто удивительное, когда два еврея, верующих в Мессию, собираются вместе. Я верю, что в этом выпуске мы увидим всплеск славы или явного присутствия Божьего. Как ни на одном другом выпуске, я приглашаю вас присоединиться к нам. В пять лет Бог начал работать с тобой. Что случилось в столь юном возрасте? Поведай нам. Я боялся молнии и грома. Я прибежал в дом, потому что друг сказал мне, что молния может меня убить. Я прибежал домой и начал плакать. Моя сестра, которая была агностиком, подняла меня и спросила, «В чем дело?» Я сказал, «Там молния. Она может убить меня». А она сказала, «Она не навредит тебе. Бог защитит тебя». Я сказал, «Бог? А кто такой Бог?» «Ты не можешь увидеть его. Он живет в месте под названием небо. Он везде. Он с тобой». Я спросил, «Он в моей комнате вечером, когда темно?» Она ответила, «Да, он там». Тогда я начал больше бояться Бога, чем молния. И тогда, Сид, мне приснился удивительный сон. Я был на небе. Там был гром и молния. Я очень боялся. Но на расстоянии я увидел, как тучи разошлись, и из-за них появился чудесный золотой свет. Это была шахина. Я понял это лишь потом. Оттуда вышли разноцветные существа и пошли ко мне. Меня тянуло к свету. Я ощутил мир. Я ощущаю его и сейчас. Я ощущаю славу сейчас, рассказывая об этом. Это было нечто. А потом я услышал голос внутри и вокруг меня. Это был самый прекрасный голос, какой я только слышал. И он сказал, «Не бойся, я твой друг. Я не наврежу тебе». Этот сон очень повлиял на меня. Минута в славе может навеки изменить твою жизнь. Но что, если ты будешь проводить множество моментов в этой славе? Я проснулся и попытался описать сон матери и отцу «Я видел Бога». А они сказали, «Что значит, ты видел Бога во сне?». Они подумали, что я Мишуга. И после всего этого он решил пойти на фильм «Десять заповедей». Я сидел в кинотеатре и смотрел, как наш народ, Израиль, освобождали из египетского рабства. Я видел «Десять казней», видел, как разошлось Красное море. А когда я увидел Моисея на горе Синай и то, как Божий перст написал «Десять заповедей», то я сразу же ощутил себя, как в своем сне. Я вспомнил слова, которые он говорил. «Не бойся, я твой друг. Я не наврежу тебе». Я сказал, «Это мой Бог. Он за меня». Но у меня все равно были вопросы. «Как мне увидеть тебя снова?» Я не знал ответа. «Как мне поговорить с тобою?» «Как мне познакомиться с тобой?» Бог услышал эту молитву. Уоррен Маркус искал его всю жизнь. Уоррен, ты встретился с уличным проповедником, который не давал тебе покоя, как и ты не давал ему покоя. И в 21 ты наконец-то помолился и принял Иисуса как своего Мессию и Господом. Тем не менее, ты хотел еще больше узнавать Бога. Бога Авраама, Исаака и Иакова. Единого и истинного Бога. И однажды что-то случилось, ты получил ответ на эту молитву. Ты был упертым? Тебе позвонил друг из Израиля. Рик Амата позвонил мне. Он был на месте, где нашли кулон. Это был древний кулон. Это настолько коснулось его, что он плакал по телефону. Я спросил, что с тобой, Рик? Он сказал, этот кулон на 400 лет старше свитков Мертвого моря. На нем надпись на Палео-Иврите. Он сказал, это молитва из чисел 6 главы. Он сказал, когда за меня молились на Иврите, я ощущал, словно мед и масло текли с моей головы до ног. Уоррен, моя жизнь изменилась. Имя его на мне. Я подумал, о чем он говорит? И когда я начал изучать этот вопрос, то понял, что в этой молитве есть нечто необычное. Она затронула моего друга-язычника, который читал Ветхий Завет. «А я еврей, но не пережил подобного». Почему? Другие люди провозглашали надо мною эту молитву. Они молились за меня. Ее также провозглашали надо мною много раз. Это прекрасная молитва. И я хочу помолиться ею. Это числа 6 глава 24 стих. Это простая молитва, которую вы можете найти в своей Библии. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Это прекрасная молитва. Но я не переживал то же, что пережил мой друг Рик. Я спрашивал, как мне пережить это. Тем более, что еще с детского сна я знал, что Бог реален. Я видел в его фильме «Десять заповедей» на горе Синай. И когда я принял Иешуа, я ощущал его лично. Я знал об отце, но не знал его лично. После этой молитвы есть еще одна строчка. Бог говорит, что Он поместит свое имя на тех, кто произносит эту молитву. На иврите говорится о том, что Его присутствие будет на таких людях. Когда Божие присутствие было на израильтянах в пустыне, что это означало в плане благословений? Ведь они были там без еды и без питья. Они были в пустыне и получали невероятную благосклонность, ангельскую защиту, обеспечение, манну, перепелов. Когда им надоело есть манну, они получили перепелов. После удара по скале они получили воду в пустыне. Они получили невероятное здоровье. Кроме того, на протяжении 40 лет их обувь и одежда не снашивались. Только представь себе, какими могли быть щита за химчистку там. Знаешь, интересно то, что у них не было лекарства, да? У них не было магазинов, они были в пустыне. Когда имя Божие было на евреях в Ветхом Завете, оно принесло им такие благословения. У них не было ни одного больного. То, насколько больше может сделать слава Божия после того, как Он искупил наши грехи, просто не поддается воображению. Итак, самый древний фрагмент Писания, который есть у нас с вами на сегодня. Он на 400 лет старше свитков Мертвого моря. Это фрагмент из книги «Числа», шестая глава, с 24 по 26 стихи. Когда ты начал читать это место, ты знал, что случилось с твоим другом в Израиле. Он пережил встречу с Богом живым. Уоррен подумал, он язычник, «А вот я еврей, я тем более должен пережить это. И что же случилось с тобой?» «Ничего». «Ничего». Это было как если... «А что ты тогда делаешь на моем шоу, скажи?» Это прекрасная молитва, но она никак не затронула меня. Я подумал, что со мной не так. Я вспомнил, как он сказал, что за него молились на еврите. Я сказал, возможно, мы упускаем что-то в переводе. «Возможно, на еврите есть что-то, что мы упустили». Ты понял, что в этом месте есть сила. Но ты не знал, как получить эту прекрасную силу. Вот о чем ты говоришь. Я прав? О, да. На еврите у каждого слова больше значений. Например, у слов «благословит» и «сохранит». Все эти слова звучат весьма абстрактно на нашем родном языке. «Благословит», «сохранит», «презрит лицом». Что все это означает? И когда ты начинаешь изучать этот вопрос, то видишь множество оттенков значений слова «шалом». Все они обладают невероятным смыслом. И когда я начал изучать это, то понял, что на еврите раскрывается полнота Божьей благословений, а у нас часть. Итак, ты получил откровение о еврите. А что же было потом, скажи? Когда я начал лучше понимать все это и начал молиться за себя, то начал переживать удивительные вещи. Я начал переживать ту славу, которую пережил в детстве, когда был в облаках на небе. Я видел эту славу. Я переживал то же самое, когда смотрел в детстве этот замечательный фильм «Десять заповедей». Хотя это и старый фильм. Это были удивительные переживания. И после этого ты увидел Божье лицо. Это действительно так? Да. Когда я начал провозглашать эту молитву над собой, то был в состоянии между сном и бодрствованием. И тут я ощутил словно передо мною лицо. Я видел глаза и рот. Внезапно я ощутил отца. Я сказал, «Отец». И тут на меня сошло дыхание. В Бытии сказано, что Бог Яхве, Отец, стал перед Адамом, который был прахом, и дунул на него. И когда он дунул, Адам ожил. Я ощутил, как жизнь вошла в меня. Я сказал, «Я не хочу потерять это чувство, не хочу его потерять». Я понял, что это был Отец. У меня могут быть отношения с Иешуа. У меня могут быть сверхъестественные отношения с Духом Святым. Руа Хакадош. У меня могут быть сверхъестественные отношения с Моим Небесным Отцом. Когда ты получаешь доступ к Отцу, Он открывает себя. Поймите, Он не хочет прятать себя от нас. Он всегда близок к нам. Что все это означало для тебя? Как это изменило твою жизнь? Это дало мне понимание. Мой разум сфокусировался я в Отце. Я синхронизирован с Ним и Его мыслями. Кроме того, Он дает мне задания. Я начал получать идеи и различные вещи для своей работы. А затем Он показывает мне, вот как ты достигнешь этого. Это дай тому человеку, а ты сделай вот это и то. Вот это придержи. Сид, это удивительно. Это полностью изменило мою жизнь. Он принес свой шалом, свой мир, чтобы я мог работать и достигать вещей, о которых я даже не мечтал. А теперь я ежедневно общаюсь с Ним. А что происходит с людьми, которых ты учишь этому? Их жизни меняются. Люди получают исцеление. Люди исцеляются от бессонницы. У одной женщины был ребенок с кривой ногой. Она начала провозглашать молитву. Не я молился за нее, а она провозглашала ее. Ее ребенку не пришлось делать операцию. Ее нога выровнялась. Другую женщину собирались выселить из дому. Ей нужно было 20 тысяч долларов. Один человек пришел к ней на работу и сказал, «Я ощущаю побуждение от Господа дать вам 20 тысяч долларов». Она продолжила ходить в суперобеспечение, которое дал ей Бог. Когда я вижу, что Бог сделал для евреев, Он 40 лет в пустыне высполнял все нужды. Тогда я понимаю, что в Новом Завете все должно быть только лучше. Боже, безусловно. В детстве я запомнил, что Бог сказал, «Моисей, ты не можешь делать это. Эту молитву над Израилем должен провозглашать первосвященник». Аарон молился ею каждый раз. И когда он молился, то часть славы сходила. Уоррен, каждый раз, когда ты говоришь слово «слава», то она выпрыгивает. «Я не вижу этого». Но если бы видел, то это было бы вот так. Просто «фух», но я ощущаю этот самый «фух». Уверен, что многие зрители также переживают это. Но вот в чем дело. Священник входил лишь раз в год в Святое Святых на Йом-Кипур. Это единственное время, когда он встречался с отцом и его шахиной. И тогда он провозглашал эту молитву. И посмотри, какие были результаты. Но у нас есть первосвященник. Сам Иешуа, перед тем, как воскреснуть, стал первосвященником. Он умер и воскрес. Он сказал эту молитву над своими учениками. Сказано, что он поднял руки и благословил их обетованиями отца. Сказано, что он поднял руки и благословил их. Мы знаем, что единственное еврейское благословение, которое провозглашал первосвященник, — это эта молитва. Но ключ в том, что эта молитва актуальна сегодня для нас. Он хочет провозглашать ее. Когда мы молимся во имя Его, то Он провозглашает ее над нами. Хорошо. Уоррен, ты сказал, что Дух Святой дал тебе ключи. Поделись с нами самыми важными ключами откровения этого места. Во-первых, мы всегда должны помнить, что это единственная молитва во всей Библии, которую написал сам Бог. Во-вторых, иврит обладает намного большим смыслом. И когда я провозглашал эту молитву на иврите, то ощущал наделение, которое сходит на людей. Все потому, что полнота значения открывается в иврите. И последний ключ. Еврейский первосвященник должен провозгласить ее над вами. У нас есть первосвященник. Его зовут Иешуа. Иисус. Он 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, пребывает во славе. И дело в том, ты хочешь сказать, что все эти благословения приходили благодаря тому, что первосвященник произносил эту молитву один раз в год? Представьте себе, насколько больше мы можем получить, когда Мессия Израиля провозглашает ее над вами. Когда мы вернемся, я хочу, чтобы вы повторили эту молитву, понимая древний иврит. Вы должны знать, что она означает. А после этого, я хочу, чтобы ее провозгласили в песне. Есть нечто особенное в том, когда ее поют. Мы споем ее на иврите. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Я попрошу Уоррена Маркуса помолиться сейчас с пониманием этой самой древней молитвы из Писания, которая только известна людям. Это единственная молитва, которой молился сам Бог, Отец, и она дала удивительное благословение. Вас ожидает нечто сверхъестественное, поэтому приготовьтесь принимать это от Бога. В английском переводе сказано «Да благословит тебя Господь». Но вот что сказано в палео-еврите. «Пусть твой Небесный Отец станет перед тобой на колени». Слово «барух» означает «становиться на колени». Он станет на колени и будет доступен для тебя. Как хороший Отец, который становится на колени перед своим ребенком, чтобы послужить и принести свои дары и обетования. «Пусть Отец Небесный, существующий, оградит тебя колючим забором, словно своими руками в божественных объятиях, которые не позволят сатане и всем твоим врагам причинить вред твоему телу, душе, разуму и духу». «Что вам нужно? Избавление? Исцеление?» Все это приходит благодаря Его присутствию. «Да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим. Пусть твой Небесный Отец засияет полнотой своей сути для тебя, постоянно принося порядок, чтобы ты мог исполнить Богом данное предназначение и судьбу». В нашем переводе сказано «И помилует тебя, я в восторге от этого». Отец смотрит вам в глаза, он улыбается вам, он говорит «Я люблю тебя, дочь моя, сын мой, я благоволю к тебе». А вот и моя любимая часть. «Да обратит Господь лицо свое на тебя». На иврите это слово «наса», оно означает «поднять и понести». Небесный Отец поднимает вас, как ребенка, как сына или дочь, и несет в своих руках своими божественными объятиями и всей своей сущностью. И вот что вы получаете из этих отношений. Вот что Он оставляет вам и даст тебе мир. На иврите «шалом» означает нечто большее, чем отсутствие войны. Пусть Бог, Отец Небесный, даст тебе все, что нужно для полноты и полноценности, чтобы ты ходил в победе каждый момент, благодаря силе Святого Духа. Пусть Он даст тебе сверхъестественное здоровье, сверхъестественный мир, благополучие, безопасность, здравость, ясность, процветание, совершенство, полноту, покой, гармонию, а также заберет тревоги и недовольство. А теперь настает черед наделения, когда эти слова на иврите прозвучат над вами. Известный лидер мессианского поклонения Пол Уилбор споет эту молитву над вами. Это будет один из лучших моментов вашей жизни. Будьте готовы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне было 22 года, я был здоров как бык. Я был готов воплотить мечту всей своей жизни, когда случилась трагедия. Врачи говорили, что я проживу 10 часов. Это было 34 года назад. Бог показал мне шаги к исцелению. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю 2,5 раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 2 тысячным процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас. Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купюю книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня.